Привет всем! А вот и мы. Надо сказать, что мы получили кучу сообщений о том, что вы скучаете по нашему прежнему формату, то есть по старым добрым обсуждениям новостей края. Как мило. Но никто ведь и не отменял наш формат. Итак, мы отойдем от темы отцов и детей и попытаемся узнать, сколько заплатили Валдису за Беренгию, сколько ребят села за руль под датами в эти выходные и во сколько можно услышать новую громкую ежедневную традицию у нас в городе. Погнали! Я отлистаю истории в инстаграме, проверяю директ. И везде один и тот же вопрос ближе к пятнице. Почему на дорогах так много ментов? Полицейских. Отвечаем. Полиция перешла на усиленный режим работы, потому что в последнее время много ДТП и пьяной езды. 46. Нет, вы вдумайтесь. 46 человек в нетрезвом виде обнаружили только за эти выходные. Как вы были задержаны? Блестяще. И это только те, кого обнаружили. Почему не перешли на усиленный режим раньше и зачем ждать до последнего? Пишет нам Кирилл Трифонов. Сам Ван 656 говорит, что надежда на камеры это ну прям такое себе. И вот наверное самый лучший комментарий. Инспектор на дороге лучше десяти камер. Надо сказать, что мы не стали поднимать вопрос о том, что инспекторов самих по себе мало, потому что была куча сокращений кадров и так далее. Я думаю, в этом разберутся и без такой вот Камчатки. Стартовала известная гонка на собачьих упряжках в Берингее 2019. Ну, все там были, все видели, все знают. А открывал Берингию в третий раз Валдис Пельш. И конечно, что неудивительно, камчатцы не совсем довольны. Какую-то херню они ведущих тащите сюда. Теперь туда не пойдем. Опять Валдис хорошо отдохнет у нас. За такие деньги можно было обойтись без шпаргалки. И сразу же вопрос возникает, да, сколько же денежек стоит провести Берингию? Ответ не заставляет себя долго ждать, потому что камчатцы знают все. Елена Швец пишет, что звезда обошлась нам в миллион. Хмммм. Так тянет сюда, потому что Берингия в сердце или за гонораром? Истину здесь мы так и не нашли, а поэтому лучше вы напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Что вы знаете о новой традиции, которую вы можете слышать каждый день в полдень на территории Морского собора? Расскажу. 23 февраля на территории Морского собора в полдень выстрелили две гаубицы. Это была церемония полуденного залпа в честь Дня защитника Отечества. А потом в правительстве решили, что отныне выстрелы будут греметь ежедневно, дабы возродить традицию, которая берет начало еще аж от Петра Первого. Господи, спасибо вам большое. Ну то есть она отмеряла местное время и в 1854 году поднимала боевой дух защитникам города при англо-французской интервенции. Меня радуют комментарии, ну вот это наши власти выполнят точно, потому что стрелять не строить. Еще что квартиры в соседних домах упадут в цене из-за выстрелов. Ну и в целом, что горожане поддерживают ежедневный полуденный залп из пушек. Здание администрации. Для наших земляков нет никогда и никаких преград. Захотел на океан – поехал. На коньках. По речке. На океан. Наконец-то вы собрались. Не страшно, не страшно, классно. Надеюсь, мы порадовали вас сегодня привычным форматом, но все равно директ всегда открыт для ваших замечаний и предложений. В комментариях под этим видео обязательно нужно ваше мнение, а флажку сохранений обязательно нужен ваш клик. Подписывайтесь на YouTube-канал «Такая вот Камчатка» и не забывайте про Instagram. С вами была Олечка Ворошилова и всем пока! «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а» Надо поржать… типа это… аа… как смешно! Субтитры сделал DimaTorzok